Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 37 главу. Иаков жил в земле странствования отца своего Исаака в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Вавы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до Израиля, отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его. И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Иосиф — это младший сын, и он любимчик у отца, и братья его многочисленные его ненавидят. Именно потому что он любимчик, без зависти. И видел Иосиф сон, и рассказал его братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. В патриархальном обществе большое значение имеет старшинство. И старшие братья, они главенствуют над младшими. Это естественный порядок вещей. И когда оказывается, что младший, самый младший из братьев начинает себя так вести нахально, это вызывает ненависть и негодование. И видел еще другой сон, и рассказал его отцу своим и братьям своим, говоря, вот я видел еще сон. Вот солнце, луна и одиннадцать звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своим и братьям своим. И побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему, вот я. Израиль сказал ему, пойди и посмотри, здоровы ли братья твои и целы ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской. И он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут. И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дафан. И пошел Иосиф за братьями своими, и нашел их в Дафане. Тут появляется некто, кто находит Иосифа буждающего в поле. Какой-то человек его встречает. Этот человек не назван по имени. И этот человек направляет его к его братьям. Это имеет очень большие последствия для развития всей истории. Этот человек, он не назван по имени, потому что он символизирует собой Божий промысел, Божие присутствие. Если бы Иосиф, кажется, случайно не встретил бы этого человека, он бы не нашел своих братьев, и вся история развивалась бы совершенно иначе. И увидели его они издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, увидим, что будет из его снов. То есть его братья прониклись ненавистью, прониклись завистью и решили его просто убить. И услышал сие Рувим, то есть один из братьев, и избавил его от рук, и сказав, не убьем его. И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он с тем намерением, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. Рувим таким образом спасает своего брата от смерти, и тем не менее его брат оказывается во рву, его туда кинули. И сели они есть хлеб, и взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюда их несут стераксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти все это в Египет, то есть торгуя караван. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из-за рва и продали Иосифа измаильтянам за двадцать серебряников. Они отвели Иосифа в Египет. И они совершают такое преступление и зависти. Они своего родного брата продают в рабство. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал, отрока нет, а я, куда я денусь? Рувим должен был отвечать за богополучие Иосифа, и вот он поэтому страшно этим опечален. И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и выморли одежду кровью. И послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет. Он узнал ее и сказал, это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно, растерзанный Иосиф. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил в ретище на чересла свои, и оплакивал сына своего многие дни. То есть Иаков полагает, что сын его Иосиф мертв, и он оплакивает его, как мертвого. И собрались все сыновья его, и все дочери его, чтобы утешить его. Но не хотел утешиться, и сказал, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Преисподние — это в данном случае просто царство мертвых. В Ветхом Завете мы еще не находим сложившегося представления о рай и аде. То есть здесь Иаков не говорит о том, что он попадет в ад, он говорит о том, что он просто умрет и окажется в могиле. Мадеонитяне же продали его в Египте Патифару, царедворцу Фараонову, начальнику телохранителей. Здесь мы видим завязку истории об Иосифе, как его из зависти его братья продают в рабство. Он становится сжатой преступления, и он оказывается в Египте. И это служит началом для развития чрезвычайно примечательных событий, которые очень важны для дальнейшей истории Израиля и для дальнейшей истории спасения вообще. Мы с вами прочитали 37-ю главу книги Бытия. Мы с вами читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok